неожиданно телепортировался на это место и сразу начался квест в общем продолжаем проходить квест хварна что-то там и сейчас у нас идет вроде как если конечно надеюсь по крайней мере последняя часть потому что мы в прошлом видео уже разобрались с этим как он там короче обманывал постоянно с руж глава секты скептиков это их не и вот сейчас мы вроде как идем избавляться от этого странной аномалии которая там в небе висит надеюсь это последняя часть но посмотрим с руж и слова слова проронил не проронил с тех пор как мы покинули разрушенную мастерскую раньше она говорила безумолку пойма не может понять почему она молчит учитывая случившееся не вешай нос с оруж у нас еще куча дел например нам нужно провести тот обряд со странным названием затем заделать огромную дуру а когда все будет сделано мы сможем вознаградить себя чем не вкусненьким за труды мы можем поесть пойма не знает что паре предпочитают паре не нуждаются в виде глупое существо подумать только я так не скопала что нуждаюсь в утешении белой болталки какой позор я бы предпочла быть запечен запечатаны в сером и кристалле или найти себе пещеру безмятежно спать там целую вечность пока все кого я знаю не перестанут существовать пойман устал повторять что пойман не белая болталка что за глупое создание у тебя остались незавершенные дела я знаю но как мне жить с чувством глубокого стыда из-за того что не нас и джуна меня одурачил теперь когда вы собрали все великие песни хварно вы можете отправиться в мехир или рашну если хотите устранить аномалию в небе прошу оставьте меня в покое забудьте что я говорил ты много чего говорил что именно нам надо забыть забыть что и забыть про отваг хватит довольно и штор не надо ее дразнить она проделала с нами долгий путь и пойма не хочет чтобы она бросила все не закончив начатое более того ус оружие есть и хорошие качества например я видел как ты замешкалась ухватит меня жалеть у тебя есть чувство ответственности да именно прилаги и мы прилагаем все усилия чтобы потеши потушить знамение разве нет мы достигли успеха только благодаря тебе как там было вспомнила однажды ты станешь великой искательницей приключений это лишь вопрос времени правда ты искренне меня хвалишь да настолько искренне насколько может быть искренним друг и я знала что я великая ко мне вернулась уверенность и так саруша вернулась уверенность своих силах теперь давайте найдем зурван заделом гигантскую дыру и получим награду пойма не терпится съесть свой большой обед да мы сейчас выполняем квест гимн тир я задам из цепочки варна добра и зла это я блин я просто постоянно забываю все эти названия эти слова непонятные даже не смотря то что вчера вот закончили прошлый квест прошлую часть креста я все равно уже умудрился забыть все названия вот такая у меня короткая память ладно сейчас я не думаю что на самом деле все будет так просто потому что есть мне в прошлом видео когда мы сражались с этим как вызвать ты ему забыл уже короче который обманул саруш когда мы с ним сражались он же сбежал и я боюсь он как бы снова тут не появился ну да будем надеяться что все хорошо будет взорван мы вернулись о и штар саруши пойму судя по всему вам удалось добыть все великие песни хварны несмотря на некоторые сложности вы преуспели я была права доверив вам в эту эссию если бы не вы великие песни хварны наверняка попали в руки недобрых людей почему поймал кажется что зурван предвидела что произойдет значит я снова оказалась права вы столкнулись приспешниками тьмы да это так в таком случае расскажите мне что именно произошло вы рассказываете зурван на своем приключении подземных чё там руинах даже видж не на пати а ордена скептиков стал на сторону черной бездны неожиданно я не возлагал на них особых надежд но это переходит все границы если я не ошибаюсь на седжуну склонил к поиску великих песен хварны слуга черной бездны с которым ты сражался он мой старый знакомый а ты знаешь что у парня из ордена бездны а раньше он состоял в орден скептиков несколько сотен лет назад из тропического леса прибыла следственная группа чтобы изучить секреты дохрийцев они наставили на том чтобы войти в руины дохрийцев несмотря на предостережение ордена тогда вижни анапати отправил этого человека с группой на случай если что-то пойдет не так никто не знал с чем они столкнулись в руинах но к тому времени как он вернулся он успел получить благословение скверно а исследовательской группы нигде не было затем пришли последователи черной бездны им нужны были великие песни хварны и для этой цели они призвали бесчисленных дэвов которые напали на оазис в рукаше благодаря помощи многих парей и воинов людей нам удалось защитить свой дом но мы не смогли искоренить последователей темные темного пролома дабы убедиться что у них не останется лазейки я использовал силу великих песен хварны чтобы запечатать оазис в руках в рукаше и многочисленные руины орден скептиков так и не смог справиться от случившись в результате пожара они утратили свои древние архивы и постепенно стали такими какими вы их видеть когда вы упомянули их последний раз я почувствовал что последователи темного пролома пролома ведут свою игру но не ожидал что они смогли перетянуть на свою сторону даже главу скептиков пойман интересно о чем говорил на си джун ты знаешь что-нибудь о предках скептиков ведь ты сражалась с ними плечом к ключу история превращается в легенда легенды в сказки также у традиций забвение это тоже часть истории чем больше вы цепляетесь за представление о традициях тем больше вы выборочно запоминаете только желаемые истории и в конце концов теряйтесь лабиринте сказок в мире где вещи забываются каждый час каждого дня то что мы записываем на земле гораздо надежнее чем то что мы поем по ветру вот почему я доверяю вам быть честны и вас не беспокоит мнение других людей хоть ты и хвалишь нас но делаешь это как это странно я почему-то чувствую сарказм предполагаю что слова перево первоявленный зурваш адресованы мне что касается произошедшего 500 лет назад думаю вам лучше всего один раз увидеть чем сотню раз услышать мои истории и сейчас у вас есть эта возможность к слову саруш ты стала более надежны после всего пережитого ты пробудилась от этих бредней людей людей первоявленный прошу пусть все останется в прошлом и штар я поступила правильно доверив это дело тебе и пойман полагаю а также я могу слив смело доверить вам провести обряд обзоха обряд обзоха пойман помнишь что зурван рассказал об этом обряде он нужен чтобы очистить какую-то скверну обряд обзоха это ритуал который проводится для очищения хорвистов харвисптохом от скверны обычно его проводят только под подавляющими тьму деревьями однако учитывая ослабление печати повторное появление аномалии в небе нам нужно какое-то особое решение аномалия появилась над харвисптохом в результате того что дерево впитало в себя большое количество скверны из-за чрезмерного количества скверны скопившаяся внутри и разложения вызванного аномалией харвисптохом больше не может удерживать себе хварну единственное что мы можем сделать сейчас войти в харвисптохом чтобы очистить ее и разбудить нашу богиню в дерево можно войти разумеется неужели думал что обряд чинват можно нужно проводить внутри пролом даже парень и в силах противостоять скопившиеся там скверны внутри харвисптохом находится гигантский лотос гаокерина в котором дремлет сознание нашей богини очистите его скверны и цветок святости снова расцветет амрита очистит землю от нечистот такие процессы могут показаться запутанными но я уверен что это вас не остановит я уже отправил арашный мехир в пролом туниги вам осталось только принести великие песни и тогда вы сможете собрать силу хварны хварна пробудит огромные деревья подавляющие тьму и очистит скопившуюся в глубинах грязь после этого можно завершить совершить обряд чинват и тем самым открыть путь в харвисптохом как только вы окажетесь внутри венец поведет поведает саруша великих деяний древних героев в конечном итоге все воспоминания связаны с хварной возвратятся в харвисптохом они никогда не померкнут независимо от того как часто пересказываются и изменяются легенды впервые слышу об этом венец самого начала был частью харвисптохом вы все поймете когда попадете туда а теперь пожалуйста идите погасите знамения по уши мы встретимся снова когда с ним а прольется амрита блин так много действий надо сделать кошмар видимо сегодня мы за раз не справимся ну да ладно что что сделаешь значит не один квеста 2 будет так вон туда нам кстати надо было все таки наверно отряд поменять или не поменять нет не буду менять так пойдем а то вдруг какой-нибудь противник серьезно встретиться у меня как раз этот отряд самый сильный точнее не отряд а хутао она самая сильная у меня тут так это вот это делится мне надо саруш припозднилась мы тебя заждались я так устал хочу спать это несправедливо я все это время трудилась не покладая рука ты ничего не сделал не правда ожидание тоже важная работа действия по сути семью и сиюминутно в то время как ожидание не приходящие какая странная логика вообще-то нормальная логика я считаю у нас так же самое на работе пока работаешь все зашибись а когда работа заканчивается и ты сидишь и ждешь окончания смены то время тянется блин как как вечность блин целую так что все правильно правильно логика это философия паре но сейчас не время философствовать главное это великие песни хварда не сомневаюсь что вы собрали их все конечно в таком случае давайте снимем печать и вы сможете собрать силу хварда с помощью великих песен будьте осторожны скверно накапливалась веками даже не представляю что произойдет когда будет снята печать затанцевали так разместить великую песню ну давай одну из пяти поставим это мне надо еще четыре раза сделать видимо мы правильно разместили великую хварну все все вокруг как будто ожило хварно самого начала возвращала эти расти взращивать и растение что позволяло им противостоять разложению вызванному бедствием просто со временем их силы ослабли благодаря великим песням хварно они смогут вернуть себе былую славу печать снята значит скверно из прошлого тоже высвободилась если мы сраженно потратим здесь все свои силы то не сможем завершить обряд поэтому я прошу вас позаботиться об остальном конечно в обязанности цветочных родницы входит борьба со скверной у всех паре и усор уж и у меня есть долг который они должны исполнить однако вы не такие вы пришли помочь нам подобных доброте души за это я вам очень благодарна так ладно мне надо четыре песни еще поместить лучше пешочком наверное пешочком сейчас доберемся надо бы еще постараться не нарваться на лишние драки по возможности где-то здесь рядышком три а вот она четвертая это дерево выглядит так будто его разъела что-то погоди я не успел дочитать поэтому не понял что я должен сделать погоди наверно наверх как зачем-то так и зачем нам сверху может суруш надо использовать люди нет что-то я не то дело разломает так окей разломали тогда в таком случае спускаемся и ставим песенку погоди на всякий случай чтоб каких-нибудь багов глюков не было давайте как вот так вот суруш уберем оттуда а то мало ли у нас в прошлом видео было небольшой баг так одна есть еще 3 да то вон туда надо давай наверно долетим нас атакуют эй меня подкинула эй не зацепил никого башмар меня сейчас могут хутаву убить блин хотел подлечиться не уж не получилось у меня подлечиться об них ну ладно так вот 2 ну или на самом деле третья получается песня и теперь еще две надо пойдем ну а здесь нас что ждет враг головоломка опять чудище да все минуса нули и последняя песня стало сна я подлечился от чего я подлечился интересно ладно как бы то ни было надо идти к следующей песне где надо сообразить как туда лучше попасть то фиг его знает так наверно лучше так забраться не уверен что правильный путь выбрал ну да ладно где вход вход проход где нашел а здесь у нас кто похоже то место подверглось разложению блин понятно так и как туда забраться то уж не с оружие мне надо использовать что туда залезть давайте попробую смогу ли оттуда добраться сейчас нет вряд ли мне туда мне тут с оружие не поможет так погоди что это такое светлоцвет эти без без корневые цветы спрят в воздухе силу служ превратить их цветочной платформы и откройте бутон четырехлистный а вот значит ну значит правильно надо было служу суши использовать для этого я не на ту кнопку нажал не так кнопочка короче хотя погоди-ка ну платформу то я открыл это да но мне это не особо помогло я же не могу я сейчас передвинуть это вот этот клевер нет этот не могу чтобы передвинуть он должен быть красного цвета значит мне надо вон туда вот отсюда я должен перемещаться чтобы добраться до этой платформы окей мы вас поняли сейчас будем разбираться где так все размотали и можно падать главное не убиться и вот последняя песня что дальше поговорите с мехир а где она а то мне надо сейчас туда возвращаться я могу там сократить дорогу вряд ли мне стоит это делать погодите давайте-ка мы сейчас на всякий случай подлечимся полностью восстановим сейчас всех персонажей а то фиг его знает что нас там ждет а у тебя и полетели вот так я прослушал все инструкции что нам говорила зурван поэтому я честно говоря не особо понимаю что я должен сейчас дальше это делать куда-то внутрь какое-то дерево мы должны попасть чтобы потом попасть куда-то еще в какое-то трудно выговариваемое место блин вот эти вот названия слова их как их запомнить если даже выговорить нормально не можешь кошмар мы все сделали похоже на деревьях выросли цветы что нам делать дальше не смотрите на меня я не знаю саруш надел в друге венец и теперь может соединиться с мудростью харвис пстохом и погрузиться в ее воспоминания попробуй саруш я знаю но пока не привыкла к венцу я вижу что пора как про оставить новые ростки но скверная еще осталась нам нужно очистить эти цветы только тогда чистая сила хварны снова возродится в смысле отправляйтесь к первому гигантскому дереву я должен следовать за сурушу значит если чистить эти цветы силой понятно надо просто следовать за ней и все да ну ладно будем за ней просто следовать нет слишком быстро двигаюсь почему нельзя было это сразу сделать попутно откуда здесь так много чудищ ой блять дай ко мне в тебя попасть ладно фиг с вами где ты Ну, приключись-то, почему не приключаешься? Где там? А, вот этот еще не Коммер, оказывается Эй, да ты не один-то Где тут кто еще? Нафиг У вас всех Блин, бесконечное Место такое неудобное, блин Вот эти вот подъемы вверх-вниз Остался всего лишь один цветок Неудобно сражаться, когда ты находишься выше своего противника И просто тут по нему не попадаешь Капец неудобно Ну ладно, переживем Такая зелень тут вот это все Так страшно Опять, зараза На самом деле Эту Молу можно не использовать Это же это не босса Мне не надо их сопротивление снять И так заводить Но Блин, как попасть-то по ним, а? Да мы же летающих противников Потому что по нему-то спутал я тоже, например С ней в пик попадешь по нему Помыли-то, наконец-то Наконец-то стало тихо Теперь проведите обряд чинват, пока скверна не начала снова сочиться наружу После этого наша миссия будет завершена Это значит, я смогу спать спокойно И никто меня не потревожит Скорее, Саруш Поторопись Мы должны сделать это втроем Это надо было просто продержаться определенное время, значит Ух ты, какой большой бум Случился Как все позеленело Поговорите с Мехирой Рашн Блин, а красиво Вот это бы сейчас как-нибудь заскринить, а все Надо будет потом побегать, поискать, попробовать место Для скрина Вот это особенно красиво Готово, путь в глубины открыт И наша миссия завершена Так просто, после всех этих разговоров об обряде и прочем, Паймана решила, что для его приводения понадобится целая куча всяких непонятных заклинаний Только людям нужны подобные средства, ведь они даже не могут самостоятельно владеть силой стихий Мы пари другие, ибо наша сила и сила хварны Простекает из одного источника Это похоже на то, как вымоль людям Не нужно произносить заклинания, чтобы ходить Хотя ты не ходишь, а паришь Пайман сразу сказал, что у вас странная логика Давайте не будем тратить время на неуместную болтовню Поручаю оставшиеся вам Да зарит вечная хварна наш путь ввысь Опять гимн Тир-Язада? Ну это уже другое какое-то Завершить обряд чиноват? Окей, ну завершили Так, ну время так-то прошло минут 30, наверное Я думаю, наверное, стоит попробовать продолжить выполнять этот квест Блин, а сейчас скриншот можно сделать во время О, можно сделать скриншот Так, ну-ка давай-ка мы сейчас поднимемся выше Как-то так Ну-ка Он из себя-то скрыл, но у меня, блин, теперь вот это будет гореть Мешать про... скрин сделать Хотя Блин, мне не нравится то, что здесь Вот это, блин, с оружием убрать Че, никак нельзя этого убрать Она мешает Ладно, фиксируем, как я сделаю Потом поищем местечко получше Где можно без оружия обойтись Так, ладно, нам надо сейчас свалиться вон туда, вниз Квозди свою рукашу Блин, вот халтурщики, а поленились сделать нормальный вот этот вот этот Я сейчас разобьюсь Я не смог это сделать, это крылья открыть На вершине гигантского пня Мы потратили столько усилий, чтобы пройти через пещеру, только для того, чтобы снова застрять С точки зрения логики я уже получила двурогий венец Почему же Харви с Птохом отвергают меня? О, что с тобой, Саруш? Ты выглядишь неважно О, это двурогий венец, что-то приближается Саруш? Корни древнего дерева переплетаются, и каждое соединение излучает слабый свет По мере того, как свет и тень соединяются, перед глазами один за другим мелькают образы Среди пустынных гор стоят герои с оружием в руках, а за ними выстроились пари Темные тучи окутывают их, но они не отступают ни на шаг В самых темных глубинах мерцает титанический механизм Они защищают бегущих людей от бешующего черного пламени На бескрайних безжизненных просторах в спинах спине стоит мечник в маске и однорукий мудрец Под началом Хварны они противостоят натиску чудовищ, которые устремляются на них подобно приливу Хварна направляет их всех вперед, одновременно являясь конечной целью их возвращения Бесчисленные огоньки сливаются в крошечные точки Белое сияние поднимается от основания дерева Некогда темное небо озаряется светом Это те самые воспоминания прошлого, про которые говорила Зурван О, с оружием упала «Эй, Саруш, очнись!» «Наконец очнулась!» «Ты очень напугала Паймана по обморок» «Я в порядке» «Потом дерево открылось, и мы попали внутрь» «Это гигантский лотос Гаукерина, о котором говорил Зурван» «Что с тобой случилось? Что-то не так с свинцом?» «Я увидел воспоминания Харвисптохом Я видел множество париды, дохрийских механизмов и людей-героев Они все пожертвовали собой в борьбе с монстрами Мечник, маски, однорогие мудрецы, наши древние предшественницы Победили чудовища, восставших из бездны Затем их сознание и Хварна соединились с Харвисптохом Превратившись в дождь, низвергшийся с небес Дахрийские механизмы? Неужели все было так, как говорит Наси Джуна? Нужно спросить Зурван «Да, но что нам делать?» Помнится, Зурван говорила, что нужно смыть какую-то там скверну «Мы должны войти в оскверненную палату Внутри сознания нашего божества Чтобы спасти сердце спенты Попавшие в ловушку скверны Только тогда божественное сознание вновь пробудится Воспоминания этого места были бескрайней пустотой «Как нам попасть внутрь?» «Следуйте за мной, нужно идти по следам Ведущим к сердцам героев древности И мы достигнем цели» Вы заметили переход? Это то, как был реализован переход вот сюда Вот в этот лотос Блин, разработчики-халтурщики на самом деле Они не могут, не хотят, точнее, нормально сделать Все эти переходы Я не понял А как я туда сейчас попаду? Вы что? Блин, черти полосатые Я как туда сейчас попаду-то? Так, давайте телепорт активируй Ага Примерно так, наверное, да? Погоди Эти парящие тропы Когда-то построили пари для храбрецов Которые сражались вместе с ним Соруж посредством своей силы Может развертывать закрытые парящие сферы Чтобы проложить путь для своих товарищей Ага Кажется, я понял, о чем речь Или не понял? Ладно, разберемся Так, мы прошли, получается, через эту странную непонятную штуку И сейчас должны получить сердце с пентом Вон то, что ли, или что Только такие пари, как Соруж Могут видеть парящие плиты в оскверненной плите Удерживайте навык взаимодействия с Соруж Чтобы она остановилась и парящие плиты стали видимыми Ах ты ж, зараза Атакуют меня Так, ну-ка Так, это мы уничтожили А где парящая плита? А, бунта, да? Так, окей Это она вот сейчас парит Я вижу Ай-яй-яй, зашибись Почему я не смог-то? Почему? Что за приколдесс? Ладно, ждем Ну, долго ждать-то Все, так, мы сюда приземлились Теперь я должен вот туда О, Пайма не ждал, что здесь можно увидеть Хварну Так Ага Погоди-ка, сейчас мы вот так сделаем Так, вот так вот И вот так Эй, погоди Так, вот эта зараза, надо избавиться от нее Все, так, вот эта зараза, мы избавились Так, сейчас давайте переместимся Вот сюда Так, отлично Снова сурушь нужна Вот так И теперь А вот сейчас нам придется сражаться вот с этими Это и сердце септы Нашего божества Ага 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 Все, мы избавились Так, от этих мы избавились Теперь нам забрать Теперь нам забрать вот это вот сердце Септы С пенты Да Ну забрали Теперь двигаемся дальше Угу Так, покажется, я могу туда переместиться Ага Так Пока стоим, не двигаемся И вот сюда Теперь Не понял Не понял, почему она не переместилась Ну вот теперь переместилась Как-то фигня была в прошлый раз Двигаем дальше Мне вон туда надо попасть Ага Снова сурушь Так Так Так, вот второе у нас получается сердце Теперь я должен Теперь мне нужно вон туда продвигаться Так, это мы уничтожили Ммм Так, я, кажется, здесь без вот этого четырехлистного клевера Я, походу, там не пройду И не продвинусь Ну вот и все Здесь мы прошли Но там дальше у нас еще вроде несколько таких надо сделать Таких же действий Да, еще такие действия надо целую кучу сделать Кошмар Так, как же это лучше сделать Мм Я должен выше подняться Нет, сначала туда Так Так, и чего? Так, ты там летишь, нет? Хм Что-то я не понял Не понял, что я с этим сделать должен сейчас? Что я с этим сделал-то должен? Походи Я не могу сейчас переместиться Мне должен убрать вот эту вот скверну А я не понимаю, как? Вот это, наверное? Видимо, да Угу, точняк Так, здесь сейчас будет вся та же песня, походу Так, я должен Эту хварну принести сюда И сразиться Ох, кошмар Где еще кто? Вот ты, зараза Думаю, я тебя не найду Ну, забери Забрал Так, следующее Не упал бы Чуть-чуть было не упал О, здесь та же песня Блин, ну тут ребятки побольше Покрупнее Посерьезнее будут Да блин, в чем дело Да попади ты по нему Да попади ты по нему Где ты? Все Где? Где? Вот он Ну, забери Так, теперь у нас есть два сердца Теперь надо отсюда свалить нам как-то Хм Она сама все делает Теперь мне не надо ее управлять, что ли? Смотри-ка, она сама все делает Мне не надо ее управлять Всегда бы так, а? Так, это я должен пока она тут их удерживает Я должен так проскочить Вот, Соруш, ты бы всегда так сама все делала бы Мне бы не приходилось тут В прошлом раз В прошлый раз тоже могла бы сама все сделать На самом-то деле Почему мне приходилось в прошлый раз Управлять тобой? Вот так гораздо проще Когда она сама все делает Так, здесь мы закончили Теперь следующий А, так Да ты ш... Почему? Криво как все сделано Так, вот с этим что делать? Путь Да Эй, в чем дело? Где, где? Ух, я вас сейчас устрою Ты лети Соруш Не тормози Хряк всем И вот этого тоже сейчас Сейчас путь проложим Так, все вроде, да? Пойдем Ну и последняя палата получается А, тут как-то, по-моему, будет эпичная битва, да? Или что? Может, более большое открытое пространство Намекает на эпичную битву А здесь бы тоже красивые места так Скриншотов наделать Что за метеориты такие падают? Странно Скверненная палата ощущается иначе Здесь совершенно не чувствуется присутствие сердец пар А что за серые кристаллы свисают с неба вверх тормашками? Они похожи... Кажется, на озеро что-то странное Пойдем посмотрим Куда-то нас переносит А? Так где это мы? Не туда Где я там? Здесь как будто все знакомо Я должен взлететь и немного осмотреться Я должен, значит, сейчас руш использовать, да? Так, ну заберите сердце Давай сейчас взлетим и вправду осмотримся Что нам это даст? Я не особо понимаю Наверное, мы сейчас поп... Ага, вот туда меня надо Здешний пейзаж Сопадает с тем, что Где с неба свисали Что-то там Так, мне надо вот тут вот пройти Вон туда Мы поняли Кстати, жаль, что Саруш нельзя использовать нигде Кроме этой пустыни Так-то она очень удобная была бы В других локациях тоже пригодилась бы Так, тут у нас лабиринт Надо не запутаться Не заблудиться Погоди, дать-ка я сейчас Тут у нас что-то вроде лабиринта Куда я должен пройти? Ага, понятно Назад Примерно понятно Стоп Вон туда, по-моему Ах, это я назад иду Блин, зараза Я ненавижу лабиринты Я так-то на прямой дороге Это в трех соснах заблудиться могу А уж когда Уж когда лабиринты Так и подавно Уж все сердца спарты нашли Теперь... А, спенты спарты, блин Теперь нужно искать выход Но дорога становится все запутаннее Саруш, мы рассчитываем на тебя Да, Саруш Показывай Дорогу Так, цель у нас вон там Да, надо понять Как оттуда До туда добраться Так, я сейчас здесь Мне надо вон там пройти, видимо Нет, там тупик Здесь тоже не пройду Только не говорите Что я должен там пройти Везде Опять нет Блин, зараза такая Так, сейчас тут смотрим Короче Поисходной Там тупичок Куда-то вон туда мне надо Ага Примерно понял Надеюсь, не забыл Ложусь По-моему Мне надо вот сюда свернуть Не уверен, что правильно двигаюсь Но попробуем пройти Такое чувство, что мы здесь только что были Мы ведь не могли заблудиться Не говори глупость Если я поднимусь и осмотрюсь Мы обязательно найдем выход Так и не говори, что я и вправду не в ту сторону пошел Да нет, все правильно, я иду Взяли меня, спутали Только время из-за вас потратил зря Все, я правильно двигаюсь Все Нашел выход Ну а дальше что нас ждет? Отправляйтесь Вниз Ага, цветочек этот в лотос Все, все сердца спенты вернулись в лотос Судя по тому, что ты говорила, Саруш Теперь мы можем пробудить божественное сознание Да начнется настоящий обряд Абзохар Затем я позаимствую силу Хварны, чтобы цветок святости Гаокерен вновь раскрылся Это означает, что скверна, скопившаяся в священном лотосе, превратится в монстров, которые преградят наш путь Но это не имеет значения, но пока сознание богини пробуждено, сила Амрита будет защищать нас Если цветок святости вырастет, он распространит Амриту по всей земле и очистит ее от скверна Это финальная битва достойной героини Блин, сейчас еще сражаться Защитите цветок святости Ух ты ж, е-мое, лучше было, надо было мне все-таки этого Скоро мучу Странника надо было Использовать Ну, кто же знал-то, что тут Настолько неудобные противники-то будут А хотя, блин, я дурак, я же мог поменять персонажа Для меня что-то это даже не дошло Да, блин, ты прицелься куда надо Как по диаполе Вот, вот, хутал хорошее, сильный персонаж, мощный Ну, блин, как же мне сложно-то ей играть Да это при том, что я уже бегу сколько раз ей проходил Я до сих пор не могу научиться нормально за нее играть Это очевидно, что это не мой персонаж Но тем не менее, приходит с импульсом, потому что в других вариантов у меня просто тут нет То есть, есть, конечно, варианты Легко, что надо покачать, а ты замылаешься Да сдохни-то Ну, зашибись Так, понял Ну, блин, не тот персонаж Так, понял Так, ну-с. Вы уж не захочетесь, так? Так, ну-с. Куда ты? Я вижу вот этих вот телепортирующихся, летающих и прочих. Ну, наконец-то. У меня уж боялся, они бесконечные будут. Ух ты. Красота. Успел, надеюсь, заскринит. Очередное достижение, судя по всему. Завершив обряд Абзохр, вы следуете за потоком Амрита и покидаете... Зурван ждет вас там. Подумать только, вы смогли завершить обряд Абзохр? Ваши деяния не уступают подвигам древних героев? Я поражена? Ты вовсе не выглядишь удивленной. Знамение по уши потушено, а земля очищена. И все это удалось сделать без жертв. Дождь была очень сильным. Большая дыра в небе исчезла, а засохший пень снова вырос в огромное дерево. Теперь ваша богиня не будет так страдать, ведь ее больше не разъедает скверное разложение. К слову, что произошло 500 лет назад? Да, воспоминания, которые видела Суруш, среди скептиков были жители Каенариарх, и они в числе первых сражались с монстрами. Не переживайте так. Раз вы видели воспоминания о прошлом, я больше не буду почивать вас байками и расскажу правду. Давным-давно, когда я только пробудилась в оазисе Вурукаша, небо было залито мраком, и повсюду были чудовища. Монстры заполнили всю землю, кроме этого маленького убежища. Согласно последним желаниям божественной птицы, я собрал всю мощь Хварна и отправилась усмирять чудовище, пока однажды не встретил в пустыне человека с волосами цвета золота. Итора Половину тела превратилось в чудовище, но я не чувствовала в нем монстра. Когда я нашла его, он крепко сжимал в руке кольцо. Я вернулась с ним в оазис Вурукаша, и когда он очнулся, то заявил, что он дохрийский мечник, который выжил только благодаря тому, что был проклят. А, нет, это этот, не Итер, это этот, как его... Забыл, 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 забыл имя этого, он постоянно с нами... Несколько раз мы выполняли с ним задание, на букву Д у него имя, по-моему. Блин, забыл, как его зовут. Мечник в маске, да, Мечник в маске. Некоторое время я путешествовал с этим Мечником в маске, и мы противостояли дэвам, вторгшимся в оазис Вурукаш. Мечник в маске? Проклят? Да, говорят, что все дохрийцы были в той или иной степени прокляты во время того великого бедствия. Спустя некоторое время из земель к востоку от пустыни пришли люди в одеяниях ученых во главе с одноруким бунерецом. Они утверждали, что когда-то сражались мы с плечом к плечу с дохрийскими героями, и что эти герои прошли предназначенный им путь, несмотря на дурную славу, которую они приобрели. Они также сказали, что преследовали сюда по пути героев для того, чтобы исполнить их волю и положить конец бедству из темных глубин. Позже мы вместе вошли в руины, оставшиеся от дохрийцев, и нашли там машины, которые противостояли монстрам. Машины, принадлежавшие отряду, который сражался вместе с учеными. Наконец, однорукий мудрец использовал записи, оставленные дохрийцами, чтобы найти путь сквозь тьму в Харвисптохом. Так мы вошли в дерево, и с помощью амриты очистили небо и землю от скверн. После этого оазис Вурукаша стал постоянным порождением пари, а чудовище постоянно порождать пари, а чудовище постепенно исчезли с лица земли. Позже мечник Маски покинул оазис Вурукаша вместе с юношей с такими же золотыми волосами, как у тебя. А вот это уже Итер. А мудрец ушел в подземные руины и больше не вернулся. Оставшиеся люди скрепили узы с новорожденными пари, назвали себя орденом скептиков и поселились здесь. И вот героиня с золотыми волосами вернулась в оазис Вурукаша, и хотя ты не он, я ощутила начало чего-то нового. Вот почему я решил обратиться к вам за помощью. С вами мне больше не нужно было искать героев для сражения вместе с пари. Обучать людей – самая сложная задача. Это потому что вы пари очень ленивые. Не обобщай, белая болталка. Вы завершили обряд обзохр и скверно некоторое время не будет угрожать этому месту, а я могу немного отдохнуть. Что касается Саруш, я ставлю ее на ваше побечение. Наставьте ее на путь истины, ведь это тоже входит в обязанности яснопати. Я не намерен слушать наставления белой болталки. Хе-хе, слушай своих наставниц, Саруш. Зурван, ты так говоришь, будто мы больше не встретимся. Но вы ведь не собираетесь остаться здесь со мной. Люди все такие неугомонные. Мы еще вернемся. Хе-хе, позволь не поверить тебе. Я не первый раз слышу эти слова. Интересно, как поживает тот мечник Маски? Передай ему привет от меня, если увидишь его снова. Вы оба путешественники. Я уверен, что вы обязательно встретитесь. Все-все, идите туда, где должны быть. Не скучайте по мне слишком сильно. Вспомнил? Дайн Слейф! Во! Вспомнил! Вот сейчас только случайно вспомнил, как звали этого мечника Маски. Дайн Слейфа мы уже много раз встречали. И он же сам рассказывал, что он путешествовал с Цитаром. Что у него были... Короче, много чего он нам рассказывал. Я уверен, что это речь идет именно о нем. Мечник Маски, это именно он. Тот самый проклятый дохриец. Который потом ушел с другим человеком с золотыми волосами. Такими же, как у Люмин. А он путешествовал с Цитаром. Значит, это действительно, скорее всего, о нем речь. Ладно. Так, что у нас тут получается? А! Еще не закончил. А! Да! Мы должны это Катерине отчитаться. Да! Точно! Давайте сейчас застижение. Берем. Под пеленой туманом. Верблюд, лев, ребенок. Фестиваль Тирган. Так, пойдем тогда сейчас с Катериной отчитаемся. И я так полагаю, на этом у нас будет конец, да? Видео, правда, получилось больше, чем час. Но ничего страшного, надеюсь. Катерина. Катерина, мы вернулись. С возвращением я получил отзыв в Академии. По правде говоря, я не была уверена, что вы преуспеете в устранении этого странного небесного явления. Можно с уверенностью сказать, что вы превзошли все ожидания. Что? Ты же говорила, что мы лучше всего подходим для выполнения этого поручения. Или ты всем-то это говорила? Разумеется, я верила в вас. Кстати, вас просили установить контакт с Нагарджунитами. Интересно, они вам чем-нибудь помогли? Все довольно сложно. Кажется, там много чего произошло. Что бы ни случилось, это тоже часть приключений и бесценный опыт для Искателя приключений. Поскольку вам удалось успешно выполнить это поручение, Гильдия теперь сможет получить разрешение на исследование руин Каэнриах. Если появится связанное с руинами поручение, мы будем рассматривать ваши кандидатуры в первую очередь. Надо же, с нами столько всего случилось, но мы до сих пор не знаем, кто дал это поручение. Гильдии Искателей приключений обязаны хранить в тайне личность тех, кто дает поручение. Боюсь, я не могу раскрыть вам эту информацию. Однако человек, который дал нам барабан, утверждал, что он автор легких романов. Я понял, это автор легких романов. Это тот самый первый главатом ордена скептиков, который ушел, чтобы писать легкие романы. Автор легких романов в орден скептиков был один старейший, на который пишет легкие романы. Похоже, вам что-то известно об этом, но это не имеет отношения к гильдии. Вот ваше вознаграждение от академии. Прошу. Да, я так и думал, что это старешина тот самый, который ушел, чтобы написать легкие романы, и вот он походу и написал этот, сделал этот заказ. Хварну добра и зла. Завершите хварну добра и зла. Завершили. Тут еще какие-то квесты. Ну, потом с ними разберемся. Ну, а сейчас у нас получается все. Эта цепочка зданий закончена, и можно мне наконец-то браться за вот этот ивент, за этот задум. Выполнить его. Ну, его, естественно, я на запись сделать не буду, потому что нафиг ивенты записывать. Всем спасибо, всем пока. Что будет следующее, не знаю, выясним.